Доброе утро! Вы настроились на первый мытищинский. Меня зовут Мариана Зборовская. Это значит, что сегодняшний день мы начнем вместе. В соцсети популярны как никогда. Они часто задают тренды и моду. Например, фото еды. Раньше по утрам мы еду только ели, а теперь еще и фотографируем. Зато появился стимул красиво сервировать стол и украшать блюда. Через секунду вы узнаете, как запечатлеть еду по всем правилам съемки. И самое главное, не забудьте всю эту красоту после фотосессии съесть. Меня зовут Вика и рядом со мной очаровательная Катя. Вместе с Катей, а Катя у нас фудблогер, мы сегодня расскажем вам, каким образом из подобного набора продуктов, мясной нарезки, сырной нарезки, ягод, фруктов, зелени, сухофруктов и всего остального собрать красивую запусочную тарелку, которая будет круто смотреться на праздничном столе и на вечеринке. Да. И самое главное, что мы покажем, как классно фотографировать еду, чтобы наши фотографии получали максимальное количество лайков. Смотрите, запоминайте. Итак, сперва коснемся состава нашей закусочной тарелки. Зачастую ее формируют из нескольких видов продуктов. Это некий мясной набор, сырная коллекция, свежие ягоды, сезонные фрукты. Это могут быть сухофрукты и орехи, какие-то каперсы, соленые огурчики, либо оливки. Также что-то хрустящее в духе гроссини, либо хрустящих крекеров. И, собственно, все. Кать, с чего же мы начнем? Самое главное подобрать нужную красивую основу для нашего блюда. Мы можем взять либо белую тарелку, она отлично отражает свет снизу, либо можем использовать однотонные. Но сегодня мы возьмем деревянную текстуру. Собственно, с нее мы и начнем. С ней будем работать. Кстати, вот эту доску мы обработали для того, чтобы ее можно было включить в нашу закусочную тарелку. Но изначально я ее нашла у себя на даче. Она очень старая, но сейчас она обработана, поэтому никаких микробов на ней не сохранилось. А начнем мы с сыров. Сыры, как правило, выкладываются, если вы, например, формируете исключительно сырную тарелку, то по правилам ее формируют по часовой стрелке, выкладывая от нежных, мягких, каких-то таких очень приятных сыров к более насыщенным и пряным вкусам. Поэтому сверху у нас будет мягкий сыр. По советской традиции советские застолья никогда не обходились без сырных нарезок. Единственное, что наши бабушки и мамы всегда нарезали это очень тонкими слайсиками. Мы же предлагаем воспользоваться руками, чисто вымытыми, и наломать сыры, разламывать их. Это не всегда оказывается очень просто. Но так получается гораздо интереснее и сочнее, что ли, на нашей композиционной тарелке. Сыры мы продолжаем выкладывать по часовой стрелке. Сейчас у нас самый пикантный, с плесенью. Вот. Соответственно, да, кстати, но это ломаем руками мы только твердый сыр. И что же касается мягких, например, как камамбер, лучше использовать специальный нож для сыра, потому что если вы его нарежете, то он будет течь и вот так вот растекаться очень неприятно и некрасиво. А, соответственно, если мы положим нож, то человек захотел, сам себе отрезал сколько хочет. Да, кстати. И если мы имеем дело с большой композицией, то лучше всего начинать выкладывать наше блюдо с самых крупных. Самых крупных героев и расставлять акценты. Я так понимаю, ты об этом говоришь. И уже в дальнейшем дополнять их мясом. Мясом, сухофруктами и всеми остальными героями нашей большой, крутой, сочной композиции. Итак, сыра мы уже закончили. Сейчас выкладываем мясо. Еще один главный совет. Начинайте фотографировать еду сразу. Очень часто красивые, сочные, вкусные фотографии получаются во время процесса. Не забывайте об украшениях. Веточки трав, ягоды, орехи, мед, приправы. Они сделают нашу еду не только вкуснее, но и гораздо фотогеничнее. К тому же вы сами понимаете, что чем больше ингредиентов у нас на тарелке, тем больше сочетаний. Выкладывайте продукты, которые будут между собой либо контрастировать, либо наоборот дополнять друг друга. Мягкое с соленым, сладкое с горьким, кислое со сладким и так далее и тому подобное. Ну вот мы и закончили. Наше закусочное большое блюдо готово и можно подавать к столу. Хочется сказать еще несколько слов в догонку. Во-первых, такого плана блюда подаются перед основным, поэтому не обязательно его нагружать, достаточно небольшого количества ингредиентов, я имею ввиду порции. Также проверьте, чтобы у вас на тарелке было обязательно что-нибудь хрустящее, что-нибудь мягкое, что-нибудь соленое и что-нибудь сладкое. Таким образом получится масса комбинаций и будет очень круто. А нам осталось только сфотографировать это и опубликовать в инстаграм. Да, и очень важно правильно подобрать фильтр, потому что наше блюдо должно оставаться естественным. И напоследок, не забывайте добавлять в свою композицию интересные драпировки, ткани и полотенца. Я, кстати, насколько знаю, еще использую бумагу для выпечки, она практически в каждом доме есть у хозяйки. Да, все верно. И не забывайте экспериментировать с фокусом. Иногда снимки получаются намного привлекательнее, если показывать отдельные детали. Вообще тема фотографий не теряет своей актуальности с самого своего появления. На снимках хорошо выглядеть, наверное, хочется всем. Но, конечно же, не всегда это получается. Как стать привлекательнее, вы узнаете из следующего сюжета. Густые блестящие брови и длинные ресницы – мечта каждой девушки. Особенно, если в прошлом слишком активно использовался пинцет. В сегодняшнем ролике мы подготовили для вас рецепт бальзама, который поможет отрастить брови и ресницы. Смесь из нескольких масел воздействует на ресницы особенно эффективно. Именно поэтому при отращивании мы рекомендуем пользоваться следующим бальзамом. Смешайте 30 капель касторового масла, 15 ампул витамина Е и 10 витамина А. Есть несколько главных правил использования бальзама и отращивания бровей и ресниц в целом. Всегда наносим на чистую кожу. На бровях и ресницах не должно быть косметики. Для лучшего проникновения питательных веществ мы рекомендуем массировать брови зубной щеткой в течение одной минуты, а также сделать легкий массаж подушечками пальцев. На ресницы смесь наносится с помощью кисточки или ватной палочки. После нанесения аккуратно проведите подушечкой пальца по линии роста волос 3-5 раз. А сейчас к международным новостям. Сегодня они прилетели к нам прямиком из бельгийского Брюсселя. Там, наконец, после долгого перерыва открылась одна из главных достопримечательностей города. После карантина заработало колесо обозрения. Увидеть город с высоты птичьего полета можно в сюжете. Гигантское колесо обозрения в Брюсселе снова работает. Из-за карантина оно простаивало три месяца. За это время и дети, и взрослые успели по нему соскучиться. «Это было великолепно. Это наш первый аттракцион после карантина. Моя дочь всё время просила, чтобы я её прокатила на этом аттракционе. И вот оно случилось». «Мы проезжали мимо, и я увидел колесо обозрения. Я покатался с детьми и женой, и это было здорово. Открывается прекрасный вид на Брюссель». Владелец аттракциона рад не меньше гостей. Говорит, что за время карантина потерял 100 тысяч евро. «Я счастлив, что мы открылись. При этом мы соблюдаем меры безопасности. Все держат дистанцию в полтора метра. Каждому гостю выдают бесплатную маску, которую он может сохранить и надевать, гуляя по Брюсселю». Высота колесообозрения – 55 метров. Она оборудована 42 кабинками. Наше утро, проведённое вместе, постепенно подходит к концу. Совсем не хочется с вами расставаться, но впереди день, наполненный новыми событиями и яркими впечатлениями. С вами была Марьяна Зборовская. Увидимся на Первом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...